Всем привет, меня зовут Семен, это Грандлайн, и вы не поверите, мы сделали снегозадержатель в форме улыбающегося кита. Я понимаю, это достаточно неожиданно, но это не шутка и не розыгрыш. Все достаточно серьезно, и, наверное, вас интересует, зачем? В чем смысл? А если серьезно, то с дизайном снегозадержателей в общем и целом есть, конечно, проблемы, и вот какие. Любой поисковик по запросу «снегозадержатель» выдает примерно вот такой вот ряд картинок. И даже вне зависимости от того, снегозадержатели каких производителей мы рассматриваем, в общем и целом, дизайн достаточно угловатый, плавным его не назовешь. При этом 4 из 5 профилей металлочерепицы имеют именно плавные формы. И вот по дизайну плавный снегозадержатель не так-то уж просто найти. Давайте продемонстрирую на живом примере. В одном профнастиле стоит снегозадержатель с классическим треугольным кронштейном. Такой, кстати, есть у практически всех производителей. И смотрится это вполне гармонично. Гофры профлиста, треугольный кронштейн, все в одном стиле. А вот теперь давайте поставим этот же снегозадержатель с треугольным кронштейном на металлочерепицу. Ну и чтобы было с чем сравнить, вот так выглядит на металлочерепице снегозадержатель SnowKit. Как вы видите, плавные формы снегозадержателя и профиль металлочерепицы хорошо сочетаются между собой. Именно поэтому мы разрабатывали снегозадержатель SnowKit как снегозадержатель для металлочерепицы. Кронштейн получился в форме кита. А чего вам еще нужно? Что может внушать надежность лучше, чем кронштейн в форме самого большого животного в мире? На этом концептуальные отличия между снегозадержателем SnowKit и, скажем, Grand Line заканчиваются. Но если вам хочется узнать подробнее, что это за зверь, давайте разберемся. Итак, снегозадержатель как продукт состоит из трех взаимосвязанных вещей. Это кронштейн, труба и крепеж. В форме снегозадержателя мы уделили уже достаточно большое внимание. Но вот насколько такая форма справляется со своими задачами? Итак, испытание мы остановили на показателе в 437 кг, поскольку у нас просто лопнул трос. В общем и целом, это хорошие показатели, мы остались им довольны, ведь по большому счету он незначительно уступает снегозадержателям Grand Line. Крепость кронштейна обусловлена в том числе и дополнительными ребрами жесткости, которые помогают кронштейну лучше сопротивляться изгибающей нагрузке перпендикулярно основанию. Ну а кроме всего прочего, кронштейн оцинкован, и это, безусловно, позитивно влияет на его срок службы. Второй элемент снегозадержателя – это труба. И мы производим трубу из миллиметровой оцинкованной стали. Плюс ко всему, форма, плоско-овальная труба, выдерживает гораздо большие нагрузки, чем круглая. Сама труба произведена без применения сварки, ибо если бы труба была сваренная, то вместе шва сын просто бы выжгло. Труба произведена с применением технологии фальцевого шва, который, во-первых, абсолютно безопасен для оцинка, а во-вторых, сам по себе шов еще и выступает дополнительным ребром жесткости. Технология эта называется SimLock. И кроме этого, сам фальцевый шов еще и усилен дополнительными клинч-соединениями, чтобы даже при самой большой нагрузке шов не разошелся. Ну и в качестве приятного бонуса трубы имеют обжим по краю. Это позволяет соединить трубы вместе, и снегозадержатели будут работать как единая система. Ну а теперь нам осталось разобрать лишь крепеж. В каждый комплект снегозадержателей мы кладем для монтажа кронштейнов к деревянным конструкциям саморезы 8х60. Это мощный и надежный крепеж, и даже визуально можно заметить, насколько он толще и крепче обычного самореза. Также необходимо убедиться, что место монтажа этого самого самореза через кровельный материал не станет местом для будущей протечки. Поэтому в комплект каждого снегозадержателя мы кладем достаточно толстые и плотные ЭПДМ-уплотнители. Кроме того, для соединения труб и надежной их фиксации между собой в каждом комплекте предусмотрены болт и гайка в количестве двух штук на каждое соединение труб. Ну и поскольку краску на кронштейны и трубы мы наносим самостоятельно, о ней мне тоже хотелось бы сказать пару слов. Краска порошковая, полиэфирная, в толщине 60-80 микрон, что в среднем в три раза больше, чем на бюджетном профлисте. Плюс ко всему, краску мы наносим с небольшой матовостью, чтобы снегозадержатель уместно смотрелся как на текстурированных, так и на гладких покрытиях металлочерепицы. Ну и кроме всего прочего, буду с вами честен, автоматическая линия, ну, и окрасить не так уж сложно. Другая проблема в том, что перед покраской нужно подготовить поверхность. А тут у нас целых 9 стадий подготовки к поверхности перед покраской. И нужно это вот зачем. Я надеюсь, вы не думаете, что металл в качестве сырья приходит заполированным до блеска, чистым и красивым. Поэтому вот так он выглядит вначале, и вот такого вида они становятся после подготовки поверхности в 9 этапов. Как вы понимаете, делается это для того, чтобы краска получила хорошую адгезию и не отслоилась со временем. Благодаря этому мы имеем возможность давать самую высокую в России гарантию на краску снегозадержателей. Ну и по теме у меня все. Помните, если вам понадобится снегозадержатель в каком-нибудь нестандартном свете, ну, скажем, в синем, то сроки производства будут варьироваться в зависимости от его загрузки. Всем удачи! Субтитры подогнал «Симон»!